На мой взгляд, принятие парламента Франции резолюции, осуждающей действия Азербайджана по отношению к Армении, является продолжением той политики, которую Макрон ведет против Баку. Мы помним, что Сенат Франции высказался достаточно жестко, антиазербайджанский 15 ноября, тоже приняв резолюцию. И все это действия, направленные на дестабилизацию обстановки и для якобы усиления неких позиций Франции в закавказском регионе. Совершенно очевидно, что это некая такая месть, в том числе и Российской Федерации, которая взяла на себя ответственность за миротворчество, отстранив фактически Францию от любых попыток как-то о себе заявить в регионе. Франция всегда занимала чистую проармянскую позицию и сейчас на фоне того, что Россия действительно во многих местах вытеснила французские интересы, Макрон пытается как-то показать, что Франция собой что-то представляет. Мы сейчас наблюдаем откровенную такую конфронтацию, Владимир Путин отказывается разговаривать с Макроном даже по телефону, потом отказывается от любых действий с французской стороной, в том числе и с Макроном и от встреч президента Азербайджана Ильхам Алиев. Все это звенья одной цепи, как Азербайджан, так и Россия прекрасно понимают, что Франция не заинтересована в мире, в регионе и соответственно поддерживая Армению, Франция тем самым пытается именно дестабилизировать обстановку. Мощнейшая армянская диаспора в этой стране фактически влияет на принятие решений. Такое ощущение, что французов не осталось во Франции, которые именно заинтересованы в собственных национальных интересах и влияет на все значимые решения по отношению армяно-азербайджанского конфликта именно армянская диаспора. Так что мы наблюдаем усиление конфронтации, в любом случае та же Франция ничего не сможет сделать в регионе, ей никто этого не позволит. У Азербайджана есть собственные национальные интересы, у России есть также собственные национальные интересы, а уж с Арменией как-нибудь разберемся, я бы так сказал. Потому что Армения сейчас конкретно начала тоже пытаться усидеть на трех стульях, даже не на двух, а на трех. Мы сейчас видим, как в Армении открылся центр подготовки военных, американский центр. Как Армения проводит митинги за выход из УДКБ, мы видели факельные шествия. И все это звенья одной цепи. Попытка вытеснить прежде всего Российскую Федерацию из региона, тем самым ущемив права Азербайджана, которые действуют с Москвой во многом одинаково, то есть взаимодействуя. Потому что Баку подписал резолюцию союзническую с Москвой и согласовывают многие свои политические действия на международной арене именно с Москвой. Западу это обидно, Брюсселю это обидно. Естественно, Франция пытается играть свою игру. В любом случае подобные действия французского парламента и Сената не приведут к желаемому для Франции результату.